Дорогие друзья, позвольте представить вашему вниманию Ирина Александровна Данилова, президент благотворительного фонда «Доверяю», которая помогает детям и людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Благодаря ее интенсиву, независимо от того, она могла бы вообще просто, извините за выражение, просто тупо ездить на инвалидной коляске. Нет, она ходит, она работает, она пашет. Благодаря ей и тем аукционам, которые она создала, несколько десятков детей получили слух после кохлеарной терапии и стали слышать голоса своих отцов и матерей. Это сделала она. И я, не надо аплодисментов, наверное, но она еще много чего сделала. Ирина Александровна Данилова, давайте аплодисменты. Спасибо, ребята. Я на самом деле от такого, наверное, материнского, женского сердца, которое тоже много пережила и которое всегда ратует. Имеет сына и ратует за ребят и за дочери. И, конечно же, тоже я всегда за команду, за командный боевой дух, потому что не было бы благотворительного фонда, если бы у нас не было команды. В первую очередь, я за сердца, я за некое такое братство. Я понимаю, что вы существуете здесь только потому, что у вас есть сердца, у вас нет духовной немощи, у вас есть душа, у каждого человека есть душа, и вы продолжаете здесь быть. Видите, я все время смотрела на глаза Сергея Василевского, он об этом всегда говорит так, как будто кроме этого нет ничего другого. Я понимаю, почему? Потому что действительно вы для друг друга целый мир. И, конечно же, не важно, кому что мы помогаем. Я помогаю детям, наша команда помогает детям. Вы помогаете друг другу. Я так понимаю, что молодежной политикой как раз вы у нас и занимаетесь. У нас тоже, да, приезжают ребята. Вот Сань приехал в первый раз. Молодец! Красавчик! Молодец! Ну и, конечно же, у нас... Я попрошу Александра Михайловича подойти к Дмитрию, взять у него грамоту, потому что мы Анечку видим первый раз. Можно я так ласковую? Я понимаю, что ты боец. Да, ну можно я тебя такой женской, материнской энергией назову Анечкой, если ты позволишь. Подходи к нам. Можно я зачитаю, что вы говорили? Да, подходи к нам, красавица. Вот, и я понимаю, насколько ты много пережила в этой жизни, и какое у тебя доброе, такое человеческое, уже не детское, а взрослое сердце. Правильно? Да. И мы с фондом долго думали, что же нам тебе презентовать. Мы подумали, что дружба, она будет долгой, мы надеемся. А вот сейчас небольшой такой знак отличия сердечный, и там такая надпись, которая, я надеюсь, тебе будет по сердцу. Потому что, несмотря на то, что ты боец, ты преодоленец, ты еще и классное будущее. Я надеюсь, смею надеяться, жена и мама. Поаплодируем. 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 Можно твою руку, да? Мы тебе сейчас дарим. Сергей, можно зачитать грамоту от Духовного фонда «Доверяю Московской области» за... Там очень интересная, красивая формулировочка. Благодарность от благотворительного фонда «Доверяю» Анне Лисовенко. Практически автоматной очереди наших сердец за волю к жизни! Ура! Ура! Прошу выучить. Аня, я думаю, что это самая искренняя грамота, которую заслуживает каждый человек. Но не каждый понимает цену этой жизни и цену воли. Да? Вот тебе большой, душевной, классной энергии полета, везения, удачи, успехов. А ну, поможем. Спасибо вам большое. Насколько мы их можем. Давай я тебя все-таки обниму как мама, как подруга, как друг. Вообще, мне кажется, это касается каждого из вас за волю к жизни, потому что... Ура! Ура! Ура!